Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, доктор Кравцев. Сегодня у меня в гостях мой менеджер Дмитрий. Знакомьтесь, Дмитрий на самом деле на данный момент делает кучу работы, за что я ему безумно-безумно признателен. Дело в том, что человек ведет проект в Инстаграме, как называется? Проект называется «Доктор Кравцев». Приемная. Да, приемная доктор Кравцева. Чтобы вы понимали, я принимаю ваши сообщения первыми, я читаю ваши комментарии первыми, я это все передрисую потом Сергею, если у него есть возможность, он комментирует. Просто у него огромный завал, чтобы вы понимали, сейчас первый час ночи, и только сейчас у него появилось время, чтобы записать совместное видео. Так что всем еще раз привет. Итак, дорогие друзья, что мы хотели обсудить с Дмитрием? Дмитрий – это, по сути, ваш такой прямой соратник. Он начал втягиваться в нашу тему, тему психотипов, психологии. И сейчас будет задавать мне вопросы, все те же самые появляются, что и у вас, а я буду на них отвечать. Я думаю, что мы наконец-то как-то эту тему раскроем, ближе для людей сделаем. Ну, попробуем. Я не психолог вообще, вообще не психолог. Я вот благодаря Сергею немножко начинаю вникать в сену психологии. И так как я занимаюсь совсем другим в обычной жизни, я привык к практичности вещей. То есть, если, например, Сергей рассказывает о психотипах, мне это немного уже становится интересно, я начинаю лучше понимать людей. Но как это применить к жизни? Вот мне вот это любопытно. То есть, постепенно я начинаю это изучать, и я начинаю немного уже людей разграничивать. Вот сколько всего психотипов? Я так понимаю, 8 это с нарциссом, который спорный. Да. То есть, их больше на самом деле. Тут важно, что понимать, да. То есть, у нас нет на данный момент официального издания, как, то есть, у нас есть DSM, DSM, 5, она идет как квалификация, как, ну, правильно переводить, мы с Монгом снимали видео. Вижу слова Моно, я знаю, что методичка есть, понятно. И это не будет руководством, то есть, прямым руководством действия. Да, да, да. А будет как методичка в действии, как это в действии. И мы решили, что все-таки как методичку, но у нас там еще переводят просто как издание, вот классификация именно расстройств психологических, психиатрического спектра. То есть, что такое психотипы? Это берут какое-либо расстройство, да, серьезное, или целый кластер этих расстройств. Ну, к примеру, ты знаешь, что шизофрения может быть разной, да. Может быть, где-то читал, слышал, что разные виды шизофрении есть. Ну, пока для меня шизофрения – это шизофрения. Ну, смотрите, то есть, вот давайте с вами договоримся, например, о шизофрении. То есть, шизофрения является, по сути, не окончательной, и это такой, ну, с точки зрения американцев, любят говорить слово «кластер», да, но можно сказать, что как ящик целый. То есть, это целый ящик, мы его выдвигаем, на нем написано «шизофрения», и вот там разные виды, значит, всего прочего. И для человека, который не занимается психиатрией, для него сложно, а порой и не нужно вот этой вот тонкости выбирать. То есть, нужен, как ты говоришь, инструмент более ясный и понятный, короткого действия. И для этого и придуманы психотипы, то есть, они более прикладные. Но в чем суть моего такого длинного ответа на вопрос, к чему я веду? Важно понять, что из базовых акцентуаций, вот этих вот психиатрических, как бы уже заболеваний, выбрали наиболее яркие, наиболее распространенные. И мы можем сделать психотип из любого расстройства или акцентуации. Ну, как бы сами его придумать. Если мы хотим сакцентироваться на какие, ну, на каком-то вот специфическом, выделили недавно, мы выделили, ну, относительно недавно стали появляться нарциссы. Ну, сколько им там, 10 лет. Раньше никто про них толком. Вообще, 20 лет назад, чтобы вы понимали, нарцисс – это был истерик. Никто их даже не выделял в отдельный кластер. Это был подвид истероида, и все. Сегодня это отдельный кластер с отдельным, значит, описанием и так далее. Все, что вы знаете. То есть, психология развивается, и появляются новые психотипы. Раньше вообще никто не говорил, что нарцисс может быть психотипом. Это было только расстройство. Сегодня все чаще другие психологи называют это психотипом. То есть, что такое психотип, еще раз повторюсь. Это что-то в более маленьком проценте. Когда это слабо выражено. Это похоже на это расстройство, но не является, соответственно, в чистом виде этим расстройством. То есть, это такой слабый нарцисс, можно сказать. Слабый нарцисс – это и есть психотип. Такой невыраженный. А вот эти психотипы, это же получается, ну, это нормально, да? Вот, вот, я понял, что у меня, определенный, тоже есть психотип. Я стал уже понимать, что у меня бывшая жена, она, как бы, нарцисс, как оказалось. Я понял, почему у меня не сложились отношения с ней. Я понял, почему у нее и сейчас не складываются отношения с мужчинами. Потому что она выбирает не тот психотип. Я понял, что у меня на работе коллеги тоже нарциссы. И я просто это думал, что это, ну, просто человек такой. Что, ну, какие-то свои заморочки, ну, подумаешь, характеры же разные бывают. Это же, получается, и нарцисс тоже нормальный, если это как психотип. То есть, ну, человек живет и живет. Точно так же, климатив, да, как истерик, это считается нормой. То есть, это, ну, это неплохо. Это не значит, что надо схватить его за руку и потащить... К психиатру. К психиатру. Все, вот, я его привел, наручники, да вылечите. Очень вкусный чай. Да, очень вкусный чай. Сергей делает вкусный чай. С имбирем. Да, он что-то сюда добавляет. Просто я такой вкусный чай пока еще не пил ни в одном ресторане, ни кафе. Приходите на чай все. Да, Сергей, открываем кафе. Да. В общем, по психотипам. Дело в том, что все психотипы, ну, все люди, да, которых вы знаете, по сути, мы все находимся в этой временной линии, так скажем. Значит, наши предки, они обладали, может быть, даже выраженными более этими типами личности, и они прошли естественный отбор. И, ну, благодаря тому, что мы с вами существуем, да, значит, наши предки, от которых мы унаследовали данный тип личности, это помогало развиваться. Если мы возьмем любой психотип, у любого психотипа есть поведенческие особенности, которые выгодны, да, ну, то есть, по-своему могут быть выгодны в определенной ситуации. Ну, то есть, нельзя сказать, что поведение истероида, оно... Ну, как бы, если я не могу что-то отобрать, значит, я могу это получить другим фульсом, да, и вот в этом плане. Да, да, в этом плане. Ну, совершенно разные. Допустим, шизоиды на протяжении истории были шаманами очень часто всегда. И сейчас посмотрите на всех шаманов, колдунов, это шизоиды, как правило. То есть, обрати внимание на этот момент. И с исторической точки зрения мы можем найти, отследить, какие профессии были, там, истерики, там, естественно, священники, это тоже шизоиды, да, где были... Гендальф, шизоид. Получается, да? Ну, да. Он оборонизал. Да, просто, конечно, такой персонаж, из-за того, что он сказочный, сложно какую-то классификацию проводить в поведении. Но похожий человек, похожий себя ведущий, и, как бы, если бы у него не было, да, не существовало этой магии, ну, как бы, как в реальности, а, соответственно, он бы там размахивал посохом, то, представляя себе, что у него там есть магия, то это абсолютно шизоидное поведение, безусловно. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, это есть абсолютная норма, потому что все психотипы, они прошли естественный отбор, ну, эволюционный. И, опять же, что в психиатрии является патологией, в первую очередь. Это когда мы, ну, каким-либо образом нарушаем, значит, этот, сейчас скажу, ну, на общество можем негативно влиять, ну, то есть, угрозу обществу несем, косвенно или напрямую. Ну, то есть, я либо бью тебя, допустим, да, либо косвенно тебе приношу какой-то вред, тебя увольняют с работы, и все это, как бы, ну, асоциальное поведение, так или иначе. Или я транслирую что-то такое своим поведением, что наносит мне вред. Ну, если я не вскрываю себе вены напрямую, то я, допустим, могу выбежать на улицу голой, меня там тоже побьют, и как бы косвенно, ну, к примеру, за это, да, там я косвенно себе вред тоже этим самым нанес. Или я эмотивный человек, но это переходит, допустим, да, какие-то границы, и я иду и отдаю все свои деньги, там, нищим, да, вот, и тем самым умираю от холода зимой. Ну, то есть, вот такие крайности, это уже патология. Если таких крайностей мы не говорим, человек ни себе не вредит своими поступками, ни окружающим, но имеет какие-то те или иные особенности, это вполне себе нормально. Нарциссы. Нарциссы. Что по нарциссам, давай. Самая такая горячая тема у нас на канале. Ну, если... Они же вредят, да? Я просто смотрел видео других психологов, и в основном, что говорят нарциссы? Нарциссы – мудаки. Ну, прям вот, прям вот, и женщина, мужчина, неважно, ничего хорошего. Они от этого тоже страдают, но они же больше, как паразиты, они причин вред другим. Типа, как это может быть нормой, как это может вписываться, если это психотип в норму? Ну, да. Ну, смотри, то же самое. Мы берем нарцисса, и если мы берем его совсем чуть-чуть, ну, вот, как приправу, да, мы берем, то есть, там, у меня был такой опыт в жизни, я один случайно, я еще не знал тогда, что это за приправа, будучи студентом, я высыпал весь, значит, этот, всю банку гвоздики в рис. И рис был на вкус как жвачка металлая. Попробуйте, если хотите, целую кастрюлю металлой жвачки. То же самое с нарциссом. Если нарцисс у нас находится в капельку, маленькая акцентуация идет в сторону нарциссизма, то есть, это может быть психотипом, и может иметь какие-то, ну, очень близкие, и человек будет волновать, как он выглядит, как он себя оппозиционирует, и он будет, допустим, очень часто шутки какие-то даже немножко на грани обидного делать, да, вот, Павел Воля, очень яркий пример шуток нарциссических, это вот шутки Павла Воли, вот. Но, тем не менее, это может не переходить какие-то границы. То есть, не будет таких манипуляций, что я тебе что-то такое сказал, а ты там со своей женой из-за этого развелся. То есть, как правило, что является сдерживающим фактором, когда психотипы не переходят эту границу? Это наличие либо другого ядра, то есть, мы вспоминаем выпуск, там, в подсказках, я где-нибудь здесь отставлю, над Димой, это, значит, наличие либо ядра нарциссического, но вторичный психотип будет другой, либо даже лучше, чтобы вторичное, первичное ядро было, допустим, там, апелептолиум или кем-то другим, а нарцисс это вторичное приобретенное. То есть, таким образом, в человеке разбавляются, соответственно, вот это вот, ну, яркие проявления, то есть, и он не такой уж и плохой. Ну, мудак, может, немножко, как бы, отчасти. Отчасти. Но в целом неплохой человек. Да. Получается, что вот это ядро, как ты говорила, оно может по наследству передаваться, да? То есть, если есть какой-то психотип, один, то есть, у родителя, то он может передаваться уже ребенку. То есть, просто как я понял, что психотип – это то, что формируется в детстве, формируется, и потом по возрастлении и начнет развиваться, укрепляться и переходить во взрослую жизнь. А здесь, получается, ребенок уже рождается, да, с каким-то психотипом заложенным. Это, наверное, опять же по генетике, да, то, что вот действительно сохранение и прочее, эволюция. В этом плане, наверное, так? Да, безусловно. Дело в том, что природой так задумано. Ты должен, ну, как бы родиться, да, может быть, ну, не факт, что у тебя появится возможность от природы получить, ну, какую-то информацию, да, потому что тебя там будут как-то воспитывать, но ты должен иметь какие-то базовые настройки из разряда, там, бей или беги, ну, чтобы выжить, да, максимально. Поэтому, естественно, это все передается. И есть второй момент, о котором, ну, он еще изучается, но это научно, то есть этому подтверждение есть. Ну, то есть, смотрите, у нас формируется, формируется, идет постепенно, ни для кого не секрет, что вообще эти эволюционные процессы у человека, он все равно идет, то есть бесконечно идет. И наш новый мозг, да, он тоже развивается. И считается, что именно в него вот это вот все больше записывается вот этой новой информацией. То есть, если у кроманьонцы это были просто на уровне рефлексов, бей или беги, я к чему, то сегодня дети, рождаясь, они уже могут более сложные реакции выдавать, ну, то есть, коммуникации, так скажем, более способные к коммуникациям. И это уже психотипы. То есть, когда больший набор эмоций, более яркий развитый эмоциональный спектр, а, соответственно, раз более яркий развитый эмоциональный спектр, более пластичная поведенческая структура выстраивается. То есть, манипулирует, например. Как у нарциссов. Ври. И все вот эти вот вещи, способность к лжи, к манипуляциям и так далее, с этим можно действительно родиться именно эмоционально, фактически иметь внутри эмоциональный окрас, чтобы спокойнее так кому-то, кто выбирает такую стратегию лжи или какого-то хвостовства, да, как у истерика вот этой вот всей. И это унаследовать можно вполне. То есть, понимая, например, если мы знакомы с родителями, мы уже понимаем, какой может быть характер у ребенка, да? Да. И исходя из этого... Безусловно. Ну, я бы так сказал, и с бабушками, с точки зрения генетики, с бабушками, с дедушками и родителями, потому что очень часто дети через поколение наследуют в сторону всего, в сторону болезней, психотипа и чего угодно. Недавно я себя поймал на мысли, что есть такое выражение «противоположности притягиваются». Ну, как бы вот это обычно там, про кого говорят? Про влюбленных. Как бы вот он там, она такая там хорошая, он такой бандит, и все, у них любовь, и прям супер. Но, на мой взгляд, в практике, в жизни это не подтверждается. То есть, ну, что получается? Разные интересы. Нам даже, наверное, не так интересно, там, когда кто-то любит футбол, а я, например, там, люблю книжки почитать. И как мы будем проводить свободное время? Приходится чем-то жертвовать. Получается, что здесь, понимая психотипы, можно же и партнеров, наверное, подбирать, да, в этом плане. То есть, если, например, я не мотив, то есть, мне важны вот эти вот такие мягкие, уютные моменты, отношения, чувства, то, наверное, мне и нужен такой партнер, да, который будет разделять тоже эмотивный. Ну, способность разделять твою эмоциональную сферу. Наверное, да. Это же получается, как бы, как с гороскопами, да? Но здесь это более научный момент. То есть, это все уже оправдано, это уже прям вот у нас в голове, а не где-то там. То, что нужно потрогать. Да, на совместимое же это тоже влияет. Например, я вот ищу там, где-то, например, знаю, чтобы мне, например, попался там, если я женщина, не мудак, чтобы он меня там не использовал и не бросил там с тремя детьми, ипотекарей и прочим. Это же можно использовать, да, вот в практике, как знание. Да, тут надо только один момент учить понимание здоровых и болезненных взаимоотношений. Болезненные взаимоотношения, они очень часто сопровождаются со-зависимостью. То есть, если я какой-нибудь, я уже не говорю про нарциссов, даже если я просто эпилептоид, к примеру, я будучи, если там моя женщина или просто даже вот мой друг, да, я тебе даже говорил, да, вот у меня есть там особенность такая, я там что-то очень сильно там декларирую, навязываю и так далее. Если я этим буду сильно увлекаться, то, допустим, я дружусь с эмотивом, и я могу эмотива слишком сильно надавить на него, и он как бы привязывается к моим мыслям, формам, получается, и в какой-то момент он начинает, ну, немножко что ли зависеть от того, что я давлю, я смел в констатации своего, точки зрения своей, а эмотиву проще принять и прочувствовать, присоединиться к моим эмоциям. Кстати, эмотивы очень сильные, эмпаты. Вот. И, соответственно, проявляя вот эту эмпатию, эмотив очень быстро присоединяется ко мне, начинает как бы все зависеть от меня. Я могу этим, если я как бы, ну, в целом гандон, я могу этим пользоваться. Вот. Слава Богу, это не так? Ну, мы не проверяли. Вот. И, соответственно, что можно сделать, то есть здесь подчеркнуть, что любовь между эмотивом и эмпилептоидом или между эмотивами и нарциссом по отношению эмотива к нарциссу, она возможна годами, длительными. Человек будет верить, что он любит ее, искренне любит. Но другое дело, что это больные отношения, другой-то партнер не любит, он только пользуется, он только берет. Поэтому ошибка многих, то, что вы верите в то долгое продолжительное время, то, что этот партнер вам подходит, то, что у вас совместимость, вы же его по психотипу не прогнали. Но если это здоровые отношения, то будут те отношения, как Дмитрий сейчас описывает, то есть когда ты соучастник эмоционального, да, хода событий, там, ваши, у вас одинаковая эмоциональная сфера, и вы вдвоем можете когда это говорят, вдвоем есть о чем помолчать. Да, как говорил Кот и Шрека, наши умысливаются воедино. Да, да, да. Именно так. Надо пересмотреть Шрека. Так, ну что, мы продолжаем ответы на вопросы Дмитрия. Да, второй час уже, мы еще отвечаем на эти вопросы-ответы. Да. Психология. Психология, как я понял из общения с Сергеем, что это очень хорошая штука. Это очень полезная штука. То есть мне она начинает помогать обозреть людей. То есть пока я еще не очень-то влился, но, как мне кажется, к психологам обращаются меньше, чем, например, к тем же другим врачам. Правильно? Психолог, это же, ну, как это же, научное что-то, да? Это как профессия какая-то. Но, к сожалению, многие люди, они путают, ну, психологов и людей, может быть, которые даже, ну, получили психологическое образование, медицинское, неважное образование, но занимаются на самом деле колдунством. Ты правильно говоришь, что это действительно наука, которую я часто даю зрителям отсылки на ЗСМ пятую, на Ганнушкина того же, на МКБ десять. И объясняю, ну, если вот психотип, ну, не совсем, да, есть какая-то возможность на него сделать отсылку. Я делаю отсылку изначального источника, от которого пошел этот психотип. Ну, эпилепторик, допустим, это от Ганнушкина пошел, там были эпилептоиды, кстати, эпилептоиды, ну, они как бы относительно в норме были, были такие нормативные описания тоже эпилептоиды. Ну, то есть, я всегда делаю отсылку на официальных ученых, а тут важно разграничить, что у многих так и идет ассоциация, они приходят к психологу, и говорят, мы сейчас будем с тобой, не знаю, гадать на картах. И человек уходит, он думает, что все психологи гадают на картах. Хорошо, что в Инстаграме нет возможности ставить дизлайки, но в Ютубе тебя порвут, закаткать, все, все, храни канал. Вот приходят к психологу, тут многие же даже и не приходят, да, вот мне кажется, что как бы решил я к психологу пойти, даже, да, вот там, другу, поэтому скажу такое, и он такой, ты что, больной? И просто для самого себя, ну, как мне кажется, что если я к психологу прощаю, значит, со мной что-то не так, именно с кукушкой моей, но, вот как к тебе люди обращаются, я же знаю, к тебе многие обращаются, вот как они, они прям, их, они долго думали, может быть, или они прям, вот, я вас увидел, я поняла, это мое, мне нужна вот, помощь, поддержка, еще что-нибудь, и они прям, или готовились долго обратиться, не обратиться? конкретно ко мне, это, конечно, то есть люди, как правило, ну, как я замечал, быстро все-таки решение принимают, попробуют со мной пообщаться, и, как правило, они уже общались с какими-то другими психологами, ну, то есть человек, допустим, решил пять лет, как правило, копил там какую-то проблему, проблему уже приобрела серьезный достаточно характер, мне очень часто звонят, с жалобами на то, что это, ну, уже какие-то акцентуации, понимаешь, там, допустим, уже у человека есть какие-то признаки импульсивно-компульсивного, там, расстройства, допустим, да, или какие-то другие, нарциссы звонят, прям, люди так говорят, у меня уже, вот, я посмотрел, прям, чувствую, что я нарцисс, нарцисс, и я из-за этого, то есть, ну, как я говорил, там, похожие, похожие состояния, инополярное расстройство, иногда наступают, похожие, вот, ни одно и то же, и, соответственно, как бы, люди звонят, и хотят уже решать эту проблему, это мешает жить, и в этот момент он не позвонил, Тетюшкину уже позвонил, там, ну, другим деятелям, там, как-то, вот, со всеми пытается работать, решать. нарциссы все-таки обращаются, да? Просто я думал, что, как бы, нарциссы, это, я так понял, есть два вида нарцисса, да, один, как бы, грандиозный нарцисс, который, он открытый, есть крутый нарцисс, который немножко, то, может, по-другому, но, я думал, что нарциссы, они, как бы, мне-то это зачем? Мне все шикарно, это пусть другие обращаются, вот, просто, как я пока воспринимаю нарциссов, может быть, это ошибочно. Я думал, что они вообще не обращаются, нарциссы. Открытые звонят так, говорят, «Сергей, мне так понравились психотипы. Знаете, мне так понравились психотипы. На самом деле, вы должны понимать. Я вижу, что это как оружие. Научите меня манипулировать людьми. У меня мужик такой, он так-то хороший, но я хочу, чтобы он квартиру у меня переписал, как мне это сделать лучше». — Это нарцисс такой? — Это открытый нарцисс, так спрашивают. Они прямо так и говорят. — Который заведомо умеет манипулировать? — Хочет лучше. — Мастер-класс. Мне не нужна помощь, мне нужно еще поднаторить. — Да, так и есть. Как ты говоришь, так и говорят. А скрытые звонят. Я их как определяю? У скрытых самое интересное, что они более интровертированные внутри себя, более выражены именно скрытые побочные эффекты нарциссизма. Во-первых, это невозможность записаться. Это вот прям вот у всех. Это уже человек 20, я не знаю, мне звонило. Это разовые какие-то консультации, которые совершенно случайно я в это время оказался свободен, невозможность записаться на прием по-нормальному. — То есть мне надо прямо сейчас? — Ну, здесь и сейчас. И да, человек может повести один-два раза, что я буду в этот момент свободен. Но особенно с тем, что сейчас количество подписчиков на ютубе выросло и выросло количество пациентов в клинике, но это фактически нереально. Ну, при всем моем желании, даже если я вижу, что там у человека еще какие-то расстройства и захочу ему помочь, но нереально. И второй момент — да, они звонят, как ты. Они вот сейчас описывал. Ну, вообще, у меня все нормально, и мне кажется, что я эпилептоид, парноял, там кто, ни в коем случае не нарцисс. Вот. Но я самый лучший, самый замечательный. Вот. Значит, много что умею, много что в жизни достиг. Вот. Но я не нарцисс, нет. Но сейчас я вам расскажу о том, какой грандиозный вы меня выслушаете. Вот как-то так. Ну, то есть они просто звонят, чтобы вот их послушали или, ну, как бы похвастаться, или все-таки они втягиваются потом в какой-то момент из общения и понимают, что да, что-то не так, да, хотелось бы улучшить отношения с близкими, да, я понимаю, что там как бы не нравилось всеми манипулировать, я все равно вижу, что близкие люди страдают. Какое-то же сочувствие в них есть, наверное? Он это чувствует, но из-за того, что он как бы, ну, где-то на подкорке, где-то у него это витает, идея, что даже хотелось бы жить лучше, есть какие-то проблемы, но он не может побороть модель поведения такой человек. И поэтому он этого не может озвучить. И он как бы ходит по кругу, и нужно очень много времени, много консультаций, чтобы сдвинуться с места. И, ну, у нас был, у меня один такой человек, девочка, мы сдвинулись с места, она признала, она говорит, ну, да, я чувствую, вижу в себе нарциссом. И мы как-то начали с этим работать. Но перед этим мы 15 раз, ребята, созванивались и обсуждали сначала ее успехи. Мы договорились сначала, что она хотела быть, в общем, как она себя презентовала, эстероидной эпилептоидкой, вот, в общем, очень хотела быть. Она сама там что-то где-то училась на психолога, то есть, в общем, мы обсуждали то, какая она была. Ну, потом, вот, в конце концов, пришли к ее нарциссизмам. Все хорошо и как по-другому. Ну, лучше живет. А, по крайней мере, может с этим жить сейчас более качественно. Ну, то есть, в плане тех же нарциссов, например, они учатся это как-то контролировать? Ну, вот, как я, например, просто вы... Есть же сильные и слабые стороны, да, у психотипов. То есть, я, например, я понял, какой у меня психотип, я понимаю, какие у меня есть слабости, и я теперь просто себя постоянно держу на этой мысли, что, например, вот в этом, я не буду говорить в чем, чтобы не манипулировали конкуренты, что в этом нужно себя сдерживать. То есть, я себя постоянно контролирую, да, и, то есть, то же самое, да, просто люди, они учатся лучше себя понимать, вот держать тоже контроль, да, дисциплину своего характера, чтобы уже не поддаваться, да, на какие-то манипуляции, лучше взаимодействовать уже с близкими, с окружением. Ну, здесь важно, что понять. Просто понять. Достаточно и понять. Да, есть как в психоанализе, во-первых, эффект от понимания, когда ты уже сам понимаешь свой психотип, ты уже, ну, на автомате понимаешь, что ты наступаешь на те же грабли. Психоанализ немножко другой эффект, но тоже, если вспомним Фрейда, да, основная идея была задумка, что человек вспомнил что-то из детства, да, там, и тоже как-то приблизился к пониманию себя. Просто психотипы – это более современная научная концепция, которая позволяет, ну, соответственно, приблизиться более качественно к пониманию себя. Но вот этот вот эффект того, что я осознал, и уже эта проблема ушла, он есть. Но это не сто процентов, конечно. Это первый шаг. Это первый шаг. Шаг – то, что ты описываешь, я очень надеюсь, что мы с тобой как-то поговорим, не завяжем с этим, так скажем. Дело в том, что то, как ты это делаешь, ты говоришь, я себя постоянно отдергиваю. Вот если это рассматривать именно как отдергивание, как постоянный контроль, это путь к расстройству личности, тому или другому. Потому что ты, понимаешь, это как, ну, как такое насилие, как такая вещь, что, понимаешь, я могу постоянно помнить о том, что вот у меня что-то очень широкая талия выросла, да, и мне нельзя вот ту вещь надевать, мне нужно надеть какую-то вещь, ну, которая скрывает эту талию. А могу все-таки похудеть. Вот ты выбираешь путь, когда ты пытаешься как-то вот смаскировать эту вещь. Когда ты приходишь к именно тому, что ты, почему я говорю, что очень важен, когда ты меняешь психотип или акцентуации, да, как бы вообще себя психологически развиваешь, я всегда пациентам говорю, и большинство пациентов, я тебе скажу нечестно, вот мне не жалко, потому что это первое хобби в очередь, мое любимое дело, почему большинство отваливается у людей, то есть их не хватает на 15-20 консультаций. И я даже честно не звоню, не напоминаю, они не могут делать элементарные упражнения. А это очень важно. Когда ты делаешь упражнения, у тебя развивается нейропластичность. Я еще буду снимать выпуск про нейропластичность, поговорим о том, что это такое. Но если коротко, ты развиваешь способность мозга приспосабливаться и меняться, и ты это развиваешь как бойцы. Ты вот занимаешься единоборствами, да, ты же не думаешь, когда у тебя спарринг, что ты под определенным углом выкрутишь руку, вот эту ногу сюда поставлю и сделаю удар. Ты же ставишь ногу, закрываешь плечо к руку и бьешь просто. Ну, то есть, варангурбовка на уровне и симптом, так получается, как реакция. Да, как реакция, понимаешь? Вот когда это как реакция, только замены негативных, плохих, разрушающих реакций на какие-то позитивные, что ты, допустим, к человеку не проработал эти все моменты, и ты без агрессии начал, допустим, к людям относиться, например. Или наоборот, ты излишне к ним эмотивно относился, да, слишком эмоционально включался в их проблемы. А ты стал делать упражнения, да, прошел психотерапию и перестал делать такие вещи эмоционально к чужим людям, ну, незнакомым тебе там каким-то, может быть, даже не очень позитивным личностям, перестал погружаться в них. Вот это и есть здоровая реакция. Я думал, психология попроще, я думал, там у тебя нет этих упражнений. Если ты обращаешься к специалисту, то сложнее. Если ты изучаешь как прикладную психологию, когда твоя задача – улучшение просто качества жизни, тогда она простая. Если это как психотип просто, то есть вот в рамках концепции общепознавательной. Это вот то, о чем мы с тобой говорили. Когда это продажи, когда это взаимоотношения, просто поиск партнера. Ну, если прямо надо решать проблему, то это тренирует. Это упражнение, это борьба. Ну, как и, в общем-то, займись лечением любого заболевания. Это процедуры. Это процедуры, это время, это деньги, это работа. Ну, такая. И пациента тоже, в первую очередь, а не только. Ну, из разряда «доктор, у меня что-то болит, какая-то таблетка». Ну, большинство на это не согласны. И, конечно, для большинства людей они миллион раз еще позвонят, мне через 10 лет ко мне вернутся, неважно, или к тетюшке, ну, там, еще кому-то. Они придут к решению этой проблемы. Но это как снежный ком, это будет тяжелее. Но лечиться так или иначе будут все. Просто когда-то можно... Опять же, психология чем отличается от психиатрии? Психология – это просто наши стабильные сеты. Психиатрия – это уже зачастую использование и препаратов. Потому что дело зашло настолько далеко, что без препаратов ты уже себя не вывезешь. Мой предыдущий выпуск, да, вот совсем недавно он был, это выпуск о том, как таламус, да, соответственно, воспринимает окружающую информацию, как это на гормонах, да, сказывается через гипоталамус, передается гипофизу, да, и уже гипофиз запускает гормональную активность. И это вот очень важно, что, ну, фактически ни одного человека с психиатрическими заболеваниями у меня не было, чтобы не было нарушения гормональной активности. Психиатр выписывает одни таблетки, я, как эндокремолог, другие. И все это из-за того, что когда-то человек мог просто прийти к психологу и остановить этот снежный пол. Разные таблетки, потому что он не обратился к психологу в какой-то момент. Да. То есть и в биохимическом, кому интересно, то есть в выпуске вся биохимия создания эмоций, да, эмоциональная сфера, она, в принципе, ее работа, ну, прям за сколько там, 8 минут, по-моему, она идет. То есть я это все описал. Я думаю, что Дмитрий вам продублирует в Инстаграм, то смотрит в Инстаграме. Запаситесь терпением. Я не такой быстро, как Сергей. Так что такой хороший, качественный, на мой взгляд, выпуск, в том плане, что и картиночки там есть. То есть прям все понятно. Ну, зрители писали всем все. Голливуд. Вопрос. Как быть тем, кто уже в отношениях с не совсем подходящими психотипами? Вот это, ну, может быть, обращались такие. Там муж, жена, например. Там вот она украдкая звонит от мужа и говорит, например, Сергей, вот у меня такая-то проблема, я чувствую, что у нас в отношениях что-то не то. Пропала искра, холодность, уже там близость не такая частая, например. Как им быть? Все разводится. Я поняла, что мы с тобой не пара, собирая вещи, до свидания. Или как-то можно, да вот, через те же разговоры по душам, например. Это очень хороший вопрос. Самый популярный, один из самых популярных запросов, которые звонят. И самый популярный запрос, то, что вы губляете. Потому что я же смотрю аналитику, то, что вы губляете. Поэтому хотел про этот ролик снять, но очень много тем, про которых можно сказать. Будем считать, как готовится. Да. В общем, самый распространенный способ, то, что я смотрю, то, что советуют другие психологи, я обращал внимание. Ну, или люди, кто презентует себя как таковые. В общем, приходит женщина, или вот как ты приходишь и говоришь, у меня жена нарцисс. У меня жена нарцисс. И все такие, я помогу тебе с ней развестись. Сейчас. Ну, и так потихонечку стратегия в эту сторону. Или если вы открываете какой-нибудь канал, там типа, у всех говорят, ну, нарциссы плохие, короче, надо разводиться, как бросить. Как там из разряда уйти, убежать и так далее. У вас общий ребенок. У вас общий быт. Ну, предположим, кто-то еще не в разводе. У вас общая жизнь. Вы, может, 15 лет вместе прожили. Прихожу такой замечательный я, и говорю, а вы знаете, я психолог, и я знаю, за вас вам так будет лучше. Надо разводиться. Может быть, для кого-то это, конечно, и будет супер здорово, и кто-то это все быстро переживет, и забудет, и забудет какую-нибудь гипертему. Но для большинства это стресс травматичный. Для детей надо не забывать, что это травматично. В большинстве случаев такой совет в корне неправильный. И можно жить с человеком, но не быть созависимым по отношению к нарциссу, в первую очередь. Можно... Ну, о созависимости я снимал видеоролики, то есть, и мы об этом поговорим, но вкратце это когда я, как созависимость, это когда я присоединяюсь эмоционально к партнеру, и мне нужна его оценка. А мы знаем, да, у нарциссов все плохо с позитивной оценкой, да, то есть человека. Когда я присоединяюсь к партнеру, и он диктует, как мне жить, он влияет на принятие моих решений, я ничего не могу с этим сделать. Мне может даже не нравиться его оценки и так далее, но я продолжаю эмоционально переживать, да. Вот яркая история, это яркое, я люблю, как пример, рассказывать. Девушка приготовила мужу своему, значит, борщ, и она говорит, ну как там, дорогой вкус? Он говорит, ну, может быть, было и лучше. Вот. И вроде и не похвалил, но как бы и заувалировал, так обосрал, да. Вот. И задача какая? То есть задача в том, чтобы научиться отвечать не как созависимым, не молчанием, потому что молчание – это тоже ответ. молчание – это не значит, что вы как-то обошли эту ситуацию, типа, будь умней, как у нас с детства, там, где вытрохучишься, да, помолчить. Нет. Я всегда люблю приводить примеры эпилептоидов. Ну, да вы хоть десять нарциссов поселитесь с эпилептоидом. Тут очень вопрос вообще. Мне кажется, хуже будет только нарциссам. Он каждому даст. Да, просто. То есть этому можно поучиться, у этого психотипа. Можно много чему поучиться, у этого психотипа. Но особенно, если, давайте представим такую ситуацию, просто вот один эпилептоид и один нарцисс. Вот. Ну, нарцисс научится, в общем, жить как в армии по тем законам, которые эпилептоид считает необходимым. Или научится убегать. Ну, кстати, от эпилептоиду тоже еще надо убежать. Это еще тоже может быть запрещено, как в том анекдоте. Слушай, а ты, ну, не жалеешь, что на такой жене, ну, женился какая-то, она у тебя такая строгая, очень. Нельзя жалеть. Нельзя жалеть. На запрещение. Ну, вот что-то такое. То есть, получается, если даже разные психотипы, есть понимание того, что, ну, как бы внутренний мир слишком разный, можно подстроиться, да, и как бы вполне комфортно жить. Вот немножко поменять. Обязательно нужно, чтобы это была игра не в одни ворота. То есть, обязательно, чтобы партнер об этом знал, что вот я, например, твоя жена, посещаю психолога, да, он мне дал вот такой совет, не бросать тебя, мудака, а как бы нам с тобой вместе. То есть, нужно прийти, и мы с тобой выработаем стратегию жизни, потому что у нас общая будет общая ребенка. Нет, семейная психотерапия здесь не обязательно, если вы уверены, особенно, что вы живете с деструктивной личностью, это не значит, что только нарцисс. Это значит, что когда это любой акцентированный психотип, когда он, ну, как бы вот выделяется. Я всем говорю, как, да не обязательно вам там до конца понимать, там, кто эпилептоит ваш, или паранояло там. Вы видите, что, ну, как-то вот, понимаете, это вычурность какая-то. И какой-то дискомфорт. Дискомфорт. Дискомфорт и вычурность. Он громко кричит, давит на вас, да, бьет вас там, или там, как-то себя нетипичным образом ведет. Это уже можно потом обсудить, подумать, кто он. Но это такой звоночек, что в первую очередь да хрен с ним, что с ним что-то не так. Вот давай теперь подумаем даже, вот ты говоришь, твоя жена нарцисс. А теперь вопрос к тебе, что, какой механизм такой работает в тебе, что ты начал жить с нарциссом. Случай совпадения. Так вышло. Звезды сошлись. Где этот момент совпадения? Не думаю. Совпадения не думаю. Ну тут, просто зная то, как мы познакомились, тут, наверное, просто действительно случай. И просто я себя потом накручивал, но... Нет. Зная, как вы познакомились, а я знаю, как они познакомились, вот это сто процентов не случай, Дима. Вот сейчас хотя бы это надо осознать, признать, что это не случай. То есть она охотилась на меня? Ну, давай так. Мы, во-первых, знаем, что люди в этих ситуациях, это распространенная ситуация, когда люди так делают. И взаимовыгодные связи здесь просчитать, ну, как бы, ну, нужно быть, ну, прям... мной, чтобы... Да, чтобы их не видеть, выгоды из этого, да, их взаимоотношений с тобой в этой ситуации. Угу. То есть, а я, как эмотив, я просто... Ну, ты сам просто смотри, человек получает плюшки какие-то, бонусы из этого. Угу. Все. И ему этого достаточно, как будто плюшек. Да, зачем, ну, ты так же отпадаешь. Вопрос сдать себе, какие плюшки получаю я? Да, никаких. Потому что ты их, ну, изначально, как бы, приучился их не видеть, не обращать внимания, потому что твоей психике больно признать, что этот мир может быть несправедлив. Тебе проще наградить этот мир только добрыми персонажами, жить с ними, и как-то отшучиваться от злых, не замечать злых, потому что это дискомфорт для эмотива, то есть это вот, понимаешь, сама идея, что люди могут быть злые, это Иисус из, эмотив, это Иисус из Мастера и Маргариты, когда он говорит, именно вот этот персонаж, наш Иисус, тоже по-разному немножко передает, но там вот вообще очень классно, мне кажется, как сыграл безруков, мне нравится, когда он говорит, что все люди добрые. Как хорошо, что все добрые, вот. Ну, типа того, да. Вот. И, соответственно, ситуация в том, что тяжело принять, что нет. Ну, не будем обо мне. Да. Да. И это тоже работает над собой. Ну, зиме еще предстоит принять некоторые вещи. Запишите меня на консультацию. Да. Да. Давай дальше. Еще раз здравствуйте. Это тот же Дмитрий, тот же Сергей. На часах 3 сейчас ночи уже. Мы энергичные, бодрые, благодаря чаечку. И наркотикам. И наркотикам, да. Но мы не популяризируем наркотики, так что не злоупотребляйтесь. Ладно, злоупотребляйте. Нам вообще все равно. Да. Вопрос. Вот Сергей говорил про психологов с картами. Да, то есть, например, я там в Инстаграме, я в Ютубе, я еще где-нибудь. Я нашел какую-то тему психологическую, которая может там как-то заделать мою проблему. Я понимаю, что это мое. наверное, они мне могут помочь. Как вот среди всех психологов, которые могут быть, я не знаю, там просто, которые просто считают себя психологами, да, такое же тоже может быть там написание у себя на страничке «Я психолог просто потому, что я умею слушать людей и мне говорят «Ой, как хорошо там с тобой общаться, например, ты умеешь слушать». Я такой «Ну, я помогаю людям». Как вот на таких не попасть? Как выбрать? Есть какие-то способы определить психолог, не психолог, настоящий это психолог, точно ли он поможет? Или это вот методом проб и ошибок? Начинайте и там как повезет. Ну, понятно, что если двигаться там как повезет, то во-первых, можно психотравмы получить от таких людей, да, во-вторых, ну, как бы нам же нужен опять же, ну, какой-то точка отсчета какая-то. Мы начинаем строить дом, да, мы замеряем, делаем какие-то замеры перед тем, как строить фундамент. Также и здесь, ну, вообще любое дело мы начинаем, нам нужно понимать, да, какие-то критерии к качеству, какие мы предъявляем, также из психологии, из медицины, с чем угодно. то есть, какие-то критерии проверки. И на самом деле здесь не получится у специалиста как-то особо от вас юлить, скрывать. Например, мне очень часто, меня не любят такие психологи, я как бы из-за того, что я с ними спорю, или очень часто, видимо, каких-то нарциссов я там прищемляю и так далее, и мне пишут, да херню ты снимаешь! В общем, ты вообще вот только сегодня какой-то молодой человек вот писал, типа, а ты не прав с этим, с эмотивом, ты неправильно его описал. Вот, значит, ну, потому что просто он так решил, что я неправильно описал. Я человека прошу, говорю, у вас есть какие-то ссылки на ДСМ, Ганушкина, может быть, или МКБ? Он говорит, не нужно никаких научных ссылок, чтобы правильно типа, что-то там диагностировал. Ну, то есть, вот как на этот бред, да, вот вообще у человека? То есть, не нужно заниматься наукой, по-другому переведу, чтобы заниматься наукой. А что вообще для этого нужно? Ну, ответить спасибо за мнение. Вот. Ну, да, нет, как ответить, это один вопрос. Ну, я честно, я такой, я не скрываю, я прям так и говорю, вы не образованный, в общем, человек. Вот. Значит, смысл какой? Смысл в том, что вы прям, обращаетесь к психологу и говорите, вот смотрите, вы какой классификацией вообще пользуетесь? Там, может быть, по ДСМ мы с вами будем работать, или по МКБ. То есть, я вот работаю, всем говорю, то, что я по МКБ, вот в психологии, не работаю. То есть, я вижу более правильный ДСМ. И, ну, каждый психолог, это уже право выбора, это официальное издание ДСМ, это нормально. И психиатры многие сейчас, даже Тетюшкин, например, безумно восхищаюсь этим специалистом. он тоже использовал, ну, в некоторых видео, он говорит тоже, что он иногда все-таки там как-то заглядывает в этот ДСМ, ну, как-то признает его, то есть, он его не отрицает полностью совсем существование. То есть, мы так уже в течение нашего видео несколько раз пропяли Тетюшкина. Ну, если что, вы не против. Как бы, ну, опять же, я считаю, что на современников тоже нужно ссылаться, а, как бы, ну, проект Тетюшкина и сайт, по-моему, это наука.ру, что-то называется. Ясм, это крутой психолог. Это психиатр. Это крутой психиатр. И вот такие, считаю, таким специалистом, ну, на таких специалистов я равняюсь, как, ну, молодой специалист в этой сфере и считаю, к таким нужно, ну, обращаться. Другое дело, что, конечно, запись у самого Тетюшкина там огромная, там не все могут к нему попасть и для кого-то, может быть, дорого это будет. Ну, не хочу себя рекламировать как более бюджетный вариант. Ну, вообще, подходы разные, чтобы вы понимали. Потому что я врач-эндокринолог, он врач-психиатр. Я, мое направление психологии, его направление психиатрии, это все равно разные направления, то есть, это разные течения. Мы даже скорее можем работать как-то больше даже в паре, чем нежели взаимоисключать наличие друг друга. Вот, я бы так сказал. Как ты хорошо сказал. Ну, да, вдруг я с ним понял. Как это сказать? Спросили у психолога, с какой классификацией, правильно я сказал, да, классификация МКБ, ДСМ, спросили, он ответил, как дальше? Вот просто, мне, ну, сейчас немножко уже более-менее понятно, что такое ДСМ, что такое МКБ, мне непонятно, хотя я это тоже слышал, не только от себя. Ну, 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 вот он скажет, я вот с такой классификацией работаю. Ну, это просто, он будет, пару консультаций, он будет давать какие-то определения, обязательно, скорее всего, будут какие-то домашние задания, какие-то тезисы, по крайней мере, да, то есть, вы будете записывать, какую-то тетрадку вести, эти тезисы выписываете, и когда он ставит какое-то расстройство, опять же, он должен озвучить спустя какое-то, ну, у меня там, 3-4 консультации уходит, как правило, тогда я уже 100% какую-то часть, хотя бы, там, психотип, акцентуацию, там, или расстройство, могу подчеркнуть, что, хотя бы я думаю, что она есть. И, соответственно, мы можем загуглить, у МКБ, соответственно, присваиваются номера, ну, там, допустим, это, там, Е, там, там, или Е-20, это правда, эндокринный диагноз, это пара щитовидной железы, изменения, ну, да ладно, в общем, ну, суть в том, что там и в психиатрии есть, просто, ну, не помню, наизусть честную цифры, а в ДСМ, извини, сейчас я это говорю, в ДСМ это на кластер Би, допустим, это нарциссическое расстройство, у них это кластер и буквка какая-нибудь. То есть, если, психолог говорит, я работаю с такой-то классификацией, если он уже пользуется какой-то технологией классификации, да, вот по этим, по определению, то это психолог. То есть, я могу понять, что я пошел не к шаману с бубнами, скажем так, а именно к специалисту, да, который говорит, он знает, что он делает. Если же он достает колоду, и говорит, сейчас мы все, разъедаем, сейчас все будет, да, то это как бы сигнал, да, что надо искать еще кого-то. Какая-то херня происходит, да. То есть, вот такой был основной критерий, да, как психолог. ну, на мой взгляд, но опять же, то, что я описываю, надо понимать, что я сейчас описал действия клинического психолога. У обычных психологов не столь сжатый регламент, и в рамках ДСМ может не вписываться классические психоанализы, психоаналитики, которые существуют, и они все же помогают. Честно скажу, некоторые вещи по психоаналитике даже, ну, я все-таки использую, но это, ну, не отменяет того, что если человек занимается психоанализом, тогда должны биться, ну, какие-то вещи, если он чисто по Фрейду работает, это там, ну, на своих вот этих оральных, анальных застреваниях должен, да, работать, что-то озвучивать, и владеть терминологией психоанализа, которая тоже очень хорошо уже в интернете бьется. Мы тоже можем проверить. Ну, если это вот обычный психолог, не клинический, который не обладает знаниями, то есть он все равно будет ссылаться на Юнга, ну, то есть это какие-то такие академические, известные всем издания, и он оперирует такими терминами, ну, если он по Юнгу работает, то есть все вот эти вот вещи по Юнгу, там, та же психея, на которую он будет ссылаться, хотя, как бы, это тоже около шаманства и колдунства, Юг, но Юнг, но тем не менее, то есть, вот эта история про существование совместной психической энергии, типа, психеи, которую Юнг рассказывал, ну, это отдельная тема, отдельный выпуск, но это интересно, и он тоже должен это вам рассказать, то, что мы работаем по Юнгу, вот такая, дайте вводную, такая вот теория, и вот таким-то образом это будет работать, и, значит, помогать вам. Ну, более-менее теперь понятно. Ну, как-то так. Понятно. Все, пожалуйста. Да, надеюсь, я вас не сильно загрузил, в общем, в заключении еще, могу сказать, еще как-то это упростить, сказать, что каждая теория лечения Фрейда, Юнга, там, каких-то других авторов знаменитых, она бьется. Если я по ней просто работаю, есть возможность это загуглить. Если вы гуглите, человек говорит, я работаю там с какой-то там штукой, ну, не буду там называть их, много разных, а вы бьете и видите, что в основе этой штуки есть гороскоп. На сегодняшний день гороскопы не научно не признаны никем. Реинкарнация на сегодняшний день не признана. Это ваше мнение, вы можете в это верить. Ну, в лечении это не совсем правильно используется. Как вы вот придете ко мне там, да, гормон лечить, а я там достаю шар волшебный, такой, хрень, это все кровь, сейчас я вот это все поправлю. Вы скажете, ну я же пришла как к врачу, несмотря на то, что может быть вы будете верить там в Валадина, не знаю, там в джинов, в кентавра, в Макимаус. Чем я не врач плоховатый? Ну, типа того. Вот, поэтому, соответственно, как бы здесь очень важно дать отсылку. Я всегда даю отсылки. Всегда даю отсылки, это, ну, не секрет, на видео, даже DSM с Монгом переводили. конечно, не на каждом видео, ну, по крайней мере, вы можете загуглить какие-то вопросы и это всегда высветится где-то там здесь своими, еще где-то. То есть, я ничего не выдумываю, по крайней мере, там сам, не занимаюсь свободным творчеством. Вот и все, проверяйте. Все можно. Жесткий психолог, рекомендую. В общем, с вами был Кравцев Сергей. Дмитрий, можно просто Дмитрий. Просто Дмитрий. Человек, который ведет его инстаграм, не его личный инстаграм, а рабочий инстаграм. Приемный доктор Кравцев. Да. Подписывайтесь. Его прием. Ссылочка внизу в описании, вы можете обратиться к Дмитрию. Еще раз, чем ты можешь помочь нашим подписчикам? Я могу ответить на вопросы, если у меня хоть квалификации, но не на какие-то специальные вопросы. Специальные вопросы занимается Сергей. Я могу подсказать по расписанию в консультации, записать, как-то сориентировать, подбодрить, рассказать вам кучу комплиментов, поставить вам лайки. Вот в этом я мастер. Так что, обращайтесь, пишите, звоните. Буду рад помочь, если смогу помочь. В целом, спасибо огромное, Сергей. Прекрасная ночь, замечательная, мы молодцы, супер. Всех обожаем, целуем. Пока-пока. Да пребудет с вами здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok